Еле на площади Ленина решено вырубить два дерева высохли и рискуют упасть от сильного порыва ветра. Власти сочли необходимым предложить коммунистам в избежание митингов площадь все же имени лидера Компартии создать свой проект озеленения участка. Мы выезжали туда комиссией, осматривали это место и действительно актом приняли решение о том, что два дерева, которые высохли, нужно каким-то образом убирать оттуда. Но поскольку, если их убрать оттуда, то весь облик нарушится, соответственно, мы договорились с администрацией, что попробуем это место каким-то образом благородить. Администрация учредила конкурс на лучший проект озеленения. Первый участник Елена Кишкович. Больные, старые, еле без иголок, производят на архитектора мрачное впечатление. Девушка предлагает перенести симметрию аллеи проспекта на площадь, высадить по обеим сторонам равное количество деревьев, создать площадь в площади. Идея максимально отгородить сквер от проспекта Ленина. Он шумный, загазованный и здесь сейчас сидеть, отдыхать очень проблематично. Мы даже сами сейчас можем слышать шум от дороги. А когда здесь будут посажены деревья, то создаться кулуарное пространство, где можно спокойно отдохнуть и посидеть в тени деревьев. На эскизах Елены вокруг Ленина каштаны. Деревья, неприхотливые к почве, прекрасно живут в городской среде. Весной, во время цветения, деревья покроются белыми соцветиями. Это придаст парадной площади торжественное и нарядное настроение. Вокруг каштанов Елена хочет высадить красный в цвет коммунизма барбарис. В центре будет клумба сезонных, желательно алых цветов. Каштан в течение года будет создавать разное настроение в сквере. Весной это опять же цветение, летом это аккуратные отформованные кроны деревьев, а осенью оранжево-алые листва, которые будут сочетаться с барбарисом Тумберга и создавать яркое, интересное настроение площади. Главное, чтобы не получилось, как с высохшей аллеей памяти жертв ДТП, шутят коммунисты. И пусть, как на картинке, площадь будет выглядеть только через несколько десятков лет, когда вырастут саженцы. Конкурс продолжается. Внести свои предложения в будущий вид площади Ленина сможет любой желающий. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.